В Германии стартовала новая кампания по поиску скрывающихся на территории страны нацистских преступников. По оценкам центра Симона Визенталя, в живых таковых может оставаться еще более сотни человек. Судить их, разумеется, можно далеко не всех, тем не менее, за информацию, которая поможет их разыскать, обещана награда до 25 тысяч евро. С подробностями из Берлина Александр Сосновский. Черно-белая дорога смерти, упирающаяся в ад. Так немцы называют новые плакаты, появившиеся на улицах Берлина и некоторых других городов Германии. Это операция «Последний шанс», инициированная центром Симона Визенталя. Над снимком печально известны ворота лагеря Аушвиц и надпись «Поздно, но не слишком поздно». С этими словами к населению обращаются с призывом о помощи в поиске и поимке оставшихся на свободе нацистов. Впервые в послевоенной истории за информацию предлагается и денежное вознаграждение. За сведения о ныне живущих нацистах центр предлагает до 25 тысяч евро. Мы рассчитываем, что это будет информация, благодаря которой преступники могут быть переданы правосудию. По оценкам историков, к ответственности сегодня могут быть привлечены как минимум 60 нацистов. Представители центра Визенталя убеждены, что пожилой возраст нацистских преступников не является аргументом против суда над ними. Время не освобождает от ответственности, говорят они. Тот, кто служил в зондеркомандах, автоматически становится участником конвейера массового уничтожения. Даже если и не убивали сами, они должны быть осуждены как минимум за соучастие в убийствах. Сегодняшняя кампания уже вторая за последние два года. Первая стартовала в 2011-м после суда над охранником Собибора Иваном Джоном Демьянюком. Его приговорили к сроку только на основании показаний свидетелей, которые опознали его как охранника. Но после приговора адвокаты Демьянюка подали на апелляцию. В это время осужденный уже нацист был помещен в дом для престарелых и последние дни своей жизни провел на полном государственном обеспечении в комфортных условиях. Демьянюк скончался полтора года назад. Тогда этот факт вызвал непонимание и критику как со стороны родственников жертв, так и со стороны общественности. Операция «Последний шанс» – это не просто еще одна попытка найти и наказать пока еще живых преступников. В первую очередь, это ответ тем, кто хотел бы навсегда закрыть тему Холокоста и больше не вспоминать о злодеяниях нацистов. Немцы, а таких большинство, считают, что для этих преступлений срока давности не существует. Александр Сосновский, Кирилл Журавлев, Европейское бюро RTVI, Берлин.